5 октября 2011 года покинул мир американский предприниматель и дизайнер Стивен Пол Джобс. Этот человек уже при жизни стал легендой. Миллионы его фанатов по всему миру ловили каждое слово Джобса и за большие деньги покупали то, к чему он приложил руку. Именно Стив Джобс считается изобретателем персонального компьютера. Вместе со своим приятелем Стивом Возняком он собирал их в гараже. Именно Стиву Джобсу удалось убедить людей, что современному человеку невозможно жить без персонального компьютера. В далеком провинциальном Омске за несколько лет до Стива Джобса сотрудник Института авиационных технологий Арсений Горохов примерно то же самое пытался втолковать своему руководству. Есть идеи, которые иногда трудно осуществимы. Потому что это было сделано давно, еще до появления вот этого термина компьютер. Ну, это, наверное, доказывать надо как-то документально. Практически так на словах трудно сказать, что действительно было так или нет. Командировка в Омск должна была подтвердить или опровергнуть факт того, что идея первого на планете персонального компьютера принадлежит нашему соотечественнику Арсению Горохову. Советский инженер создал не только сам компьютер, но и написал к нему программное обеспечение. Диалог с машиной можно было осуществлять без перфокарт, прямо с клавиатуры. Для того, чтобы наладить промышленное производство, необходимо было 80 тысяч рублей. Начальство ответило, это же 10 машин «Волга». Давайте подождем несколько лет. За свою разработку Горохов получил 20 рублей. Столько платили в СССР за изобретение, не внедренное в серийное производство. В 1645 году французский философ и ученый Блес Паскаль, желая помочь отцу, который служил сборщиком налогов, изобрел первую в мире счетную машину, названную Паскалина. Она была способна лишь на простые арифметические действия, но процесс подсчета налогов ускорился в десятки раз. В 1671 году немецкий математик Готфрид Вильгельм Лейбниц придумал более совершенный ступенчатый арифмометр. Он мог уже умножать, делить и извлекать квадратный корень. Следующий этап вычислительных технологий не был связан с числами. Во Франции в 1804 году Жозеф Мари Жаккар создал ткацкий станок, запрограммированный с помощью перфокарты. Каждая карта контролировала одно движение челнока. Таким образом можно было создавать узоры. Арсений Анатольевич Горохов первую встречу назначил у себя в скромной квартирке блочного дома. История гения в фотографиях? Ну и в фотографиях тоже. Этого нету. Были две фотографии, кто-то их спрятал. Не знаю, не нашла. Все перевернула. Так, что здесь еще зацепить? Зацепить, зацепить. Ну вот такая фотография была в газете, по-моему. Родился Арсений Горохов в 1935 году в селе Новоуральское Омской области. Село знаменито тем, что через него долгие годы шли каторжане, закованные в кандалы. У него отец был агроном. Его там посылали все подтягивать МТС и все прочее. Ну и он ездил за ним. Во время частых переездов, связанных с работой, отец брал с собой два мешка с книгами, а мать – самую необходимую посуду. Вот куда бы мы ни ехали, ни матрасы, ни кровати, ни какие-то тумбочки, ни какая-то эта самая посуда, ничего в принципе не было. А мешки с книгами были. И вот это страшным образом удивляло местное население. «Приехали» называется. Николай, не двора, а книг навалом. И мы жили вот в такой вот комнатке. Комнатка на самом деле вот такая уже была, деревенская. И вот такая огромная карта. О, дураки! Никаких ковров, ничего нет. Это карту миру повесили. Школа в селе была семилетняя. Продолжать образование Арсений поехал в Омск, в железнодорожный техникум. Там и форму давали, и стипендию платили. Я учился на механика. Путевых строительных машин. Уже в техникуме у юноши прорезалась страсть к изобретательству. Мне никто еще не говорил, что это изобретательство или рационализация. Никто не говорил. То есть, короче говоря, на третьем курсе нас отправили, значит, на производственную практику. На станцию «Инская» около Новосибирска, на завод ремонта экскаваторов. А там, значит, что экскаватор и подъемный кран. Самое главное у него – поворотный узел. Это огромная шестерня диаметром полтора, метр восемьдесят, может, два. Причем разные экскаваторы, разные размеры. Так вот, эти поворотные узлы часто ломались, и их необходимо было ремонтировать. Для этого с экскаватора сначала снимали кабину, а потом уже и сам узел. Но самое сложное было не это. Этот узел нужно было закрепить таким образом, чтобы ремонтники могли иметь к нему доступ со всех сторон. Такого приспособления не было. А студент Горохов придумал. Это была его первая победа. Правда, с вознаграждением, и уж тем более с авторством, старшие товарищи решили не спешить, молодой еще. И Арсений зажил обычной студенческой жизнью. А что студентам нужно? Танцульки под музыку приносили, что попало. И старинные пластинки, и там Козин и так далее. На пленке просто. Надо сказать, что руководство сильно не препятствовало. Я полагаю, потому что все приходили, не болтали с кадрочками по городу, а приходили отдыхать в этот зал. Единственное, что было такое запрещение, венгерку не танцевать, потому что по строительным правилам может оказаться резонанс, и второй этаж может обрушиться. Но причина была в другом. Осенью 1956 года в Венгрии вспыхнуло восстание. В страну были введены советские войска, а в СССР все венгерское оказалось под запретом. Стивен Пол Джобс родился за полгода до венгерских событий, в феврале 1955-го. Родители студенты, отец из Сирии, мать из семьи немецких эмигрантов. Дед будущего компьютерного гуру, католик по вероисповеданию, был категорически против брака дочери с мусульманином, умирая, он пригрозил лишить дочь наследства, и ей пришлось уехать из родного города рожать к частному врачу. Еще не разрешившись от бремени, она дала объявление об усыновлении. Единственным условием новым родителям стало их письменное обязательство дать пока еще безымянному ребенку высшее образование. Мальчик был усыновлен Полом Джобсом и американкой армянского происхождения Кларой Джобс, урожденной Агапян. Они и назвали приемного сына Стивеном Полом. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну это вот Гений. Гений. В Ялте. В Ялте. Это ты, это Мишка. А это кто? Я не знаю, может кто-то из Рудей. Был один эртешек. Это тоже все как-то вот он спиной стоит. Это еще техникум был. Да, это техникум. А это я не знаю, с кем-то тоже на огороде. Это мы. Посылали их. Уборка урода. А, порядочим их фотографии. Вот, ну вот я говорю, это все любительские. А вот это на какие? Класс. Ну это солдатская. Где ты это за мной? Подожди, подожди, что хочешь? Не надо. Скажи, я сделаю. Срочную службу Арсений Горохов проходил на Дальнем Востоке. Здесь тоже не обошлось без рационализаторских идей Арсения. Я служил в авиации, и, значит, мне пришла в голову мысль, а там такая интересная штучка. Перед каждым полетом надо слить часть керосина, примерно литр-полтора, из топливных баков. Потому что, значит, конденсация и так далее, керосин гигроскопичный. И вот ни в коем случае нельзя, чтобы кристаллики льда были в керосине. Если этих кристалликов много, то, значит, полностью сушали баки и снова заливали новые этот самый. Это был очень жесткий контроль. А сливать приходилось и на морозе, и, ну, летом-то ладно, по рукам течет, черт с ним. Пробка. Обыкновенная пробка. Правда, законтренная, там несколько дырочек, и там есть пенечек, за который надо проволоку протянуть. И мне не понравилось это. Я предложил краник. Чертить не на чем, чертить нечем. Армия не приспособлена для того, чтобы там кто-то проявлял свои эти способности. Так вот этот клапан придумал и отдал главному инженеру. Куда девал этот чертежик главный инженер, я не знаю. Идеи благополучно присваивали отцы-командиры, зато сообразительному механику доставались поблажки по службе. Ну, тогда, значит, что-то я ищу. А, таблицу заправки. Значит, вот он отлетал 15 минут, значит, у него сколько-то израсходовалось. Мне, чтобы не перелить, потому что это же вес, там сколько-то можно перелить, но не столько, не по норме, чтобы норму налить, нужно было, значит, столько-то литров залить. Значит, время на литры. И такая таблица. Значит, отлетал 45 минут, почти пустой прилетел. Пустой. Заливаем там 3 тонны. Прилетел чуть раньше, значит, заливаем там 50 килограмм. Вот это техническое решение было еще одно, где я, собственно, может быть, и понял, наверное, понял, что я могу чего-нибудь такое оригинальное сделать, которое полезно для организации производства. 7 ноября 1957 года. Наш народ празднует 40-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Почти в 50 раз возросла наша промышленная мощь в сравнении с 17-м годом. И это за 40 лет половина которых была похищена навязанными нам войнами и лечением нанесенных ими ран. Английский математик Чарльз Бэббидж был первым среди всех ученых, мечтающих об автоматической вычислительной машине. Его видение больше всего приближалось к современному компьютеру. В 1822 году Бэббидж представил свою еще незаконченную разностную машину, созданную для решения сложных уравнений. Тысячи зубчатых колес входили в сцепление. Таким образом алгоритмы превращались в сложные механические операции. Бэббидж разработал первый настоящий компьютер с арифметическим устройством и памятью. Он планировал загружать в него программы с помощью перфокарт. Но проблема заключалась в том, что он полностью зависел от механических систем. В то время больше ничего не существовало, а паровая автоматическая счетная машина весила бы несколько тонн. В 1890 году американский инженер Герман Холлерит использовал принцип перфокарты, чтобы установить результаты переписей в Соединенных Штатах. Холлерит попросил пробить дырочки в картах, представляющие разные характеристики населения. Его новая машина могла автоматически считывать эти карты, благодаря чему миллионы данных систематизировались и подсчитывались в три раза быстрее, чем раньше. Слухи об этом быстро распространились. На стыке двух веков Холлеритовой машины упростили работу в офисах по всему миру. В Омский институт железнодорожного транспорта уволенный в запас сержант Горохов поступил без проблем. Правда, сама учеба растянулась на долгие годы. Работы было много. К тому же карьера складывалась. Тут уже не до лекций и семинаров было. Но его изобретения, а их больше 50, превосходили потолок вузовских программ. Во-первых, он человек широко эрудированный и мог помогать в написании изобретений по различным направлениям. Все изобретатели, которые желают пройти от изобретения до внедрения, на мой взгляд, немножко сумасшедши. Очень интересно. Ну, вот эти вот две вещи и чемоданчик. Это макетики, которые являются проверкой идей. Каждый человек художник. Но не всегда все было гладко. А это вот змейка. Проверялась. О, змейка. У этого изобретения, которое в Советском Союзе называли «змейкой Рубика» по имени венгерского инженера, по-своему трагическая судьба. Кубик Рубика – это его достояние. Кубик он придумал, все нормально. Змейка, которую тоже почему-то решили называть «змейка Рубика». Хотя к этому времени у меня было авторское свидетельство на эту змейку. Да ее даже выпускали, даже у нас в Омске выпускали, даже был автомат. А потом, значит, когда я министерству торговли написал, а что вы нашей российской змейке приписываете название «Рубика», а может быть просто уберем «Рубика» и будем выпускать как свое, и не будем платить «Рубику». Они сказали «Хорошо». И уничтожили автоматы производства «змеек». Никому не платить. Становится все более очевидным, что человек – это основной капитал, что в многообразии проявления личности, в степени развития ее творческих способностей и заключается прежде всего подлинное богатство коммунистического общества. В школе юный Джобс слыл хулиганом, но закончил курс с приличными оценками. Летом 1972 года он ушел из родительского дома и вместе со своей подружкой поселился в хижине в горах. Отец с матерью возражали, но Стив к ним особо не прислушивался. Однако, когда он решил поступать в один из самых дорогих университетов Америки – Рид Колледж, родители, помня об обещании, данном биологической матери Стива, стали беспрекословно тратить с трудом накопленные средства. Рид Колледж славился вольными нравами и хиповой атмосферой, но стандарты обучения были очень высокими. В университете Джобс впервые всерьез заинтересовался восточными духовными практиками, особенно дзен-буддизмом. Тогда же он стал убежденным вегетарианцем и начал эксперименты с голоданием. После первого же семестра Джобс бросил колледж. Поскольку нудная обязательная программа его не интересовала, он не видел смысла в ее изучении. В итоге будущий мультимиллиардер Стив Джобс так и не получил высшего образования. Арсений Горохов тоже учился ни шатка, ни валка. Работа в закрытом НИИ и собственное изобретательство захватили его целиком. Он стал руководителем большого коллектива. Что-то вы закончили? Нет. Не закончил. Я был на четвертом курсе. Его долго не отчисляли из института, хотя лекции и семинары он отчаянно прогуливал. Но на работе его очень ценили и не обращали внимания на отсутствие диплома. Жизнь сама подсказывала Горохову, куда направить свой нетривиальный ум. Я подумал так, что они оценили, что я пространственно мыслить могу. И поручили мне как раз работу скомпоновать новый блок. Несмотря на то, что я техник, да? Ему удавалось втиснуть в небольшой объем много радиоэлектронных устройств. Да так, что они не создавали помех друг другу. Для этого нужен был особый талант. Мне это поручили, я разработал. Ну, получился вот такой блочок, проданный как сундучок. И, значит, там начинка нужная. Чем-то похожим занимался и Стив Джобс спустя несколько лет. Что говорить, дизайнером и маркетологом он был отменным. А раньше этого ничего же не было, да и вычислительных машин не было. И все на счетах делали, на арифмометрах. Никаких калькуляторов еще в те времена и даже тоже никто не слышал. В Берлине перспективный инженер Конрад Сузе хотел построить машину, которая бы взяла на себя утомительное задание производить типовые расчеты. Он был убежден, что вполне возможно создать механический мозг, способный решать любую умственную задачу. В технике связи Сузе обнаружил электромеханическое реле. Он пришел к выводу, что это реле может стать важной деталью компьютера, работающего на основе двоичного кода. Включить, выключить. С помощью друзей в 1936 году в Берлине Сузе начал создание своей машины. Через два года его Z1 стало двухметровым монстром, первым в мире электромеханическим программируемым компьютером. Во время Второй мировой войны он построил Z3. Арифметическое устройство состояло из двух тысяч реле. На простое умножение уходило пять секунд. Вариант Z4 использовался для аэродинамических подсчетов в экспериментальном центре авиационных исследований в Берлине. Арифметические программы загружались с помощью перфорированной полоски пленки. Но Z4 тоже осталась опытным образцом. Цуза не получил поддержки от государства. Нацистское правительство так и не осознало важности компьютера. Поначалу не осознавали перспектив компьютеров и в стране победительницы фашистского рейха в Советском Союзе. Но работы над созданием вычислительных машин все же велись. Громко об этом старались не говорить. В 1948 году кибернетику, науку об управлении с помощью вычислительной техники, наряду с генетикой объявили лженаукой. Ломать стену компьютерного непонимания пришлось довольно долго. Вот почему не закончил-то. Потому что занимался вот этим техническим ростом. Информация о работе в СССР над созданием компьютеров была скудной. И Арсений Горохов мало что знал об этом. Он решал совершенно другие технические задачи. Меня перевели в инженеры. И уже я был инженер второй категории. Это значит, с опытом работы инженером около пяти-шести лет. Молодой инженер чувствовал, что ему уже тесно в рамках своей специальности. Появился один такой человек, который искал кадры. Для организации тоже конструкторского бюро, как раз в НИАТИ. Это научно-исследовательский институт авиационной технологии. С появлением скоростной авиации. Началом исследований атомного ядра. Запуском ракет и космических аппаратов. Космических полетов. В полный рост вставала задача проведения огромного количества вычислений в очень сжатые промежутки времени. Требовались вычислительные машины, способные выполнять такую работу. И еще остро почувствовалась необходимость уменьшения их размеров и веса. И в Омске печатный монтаж никто не делал. Мне притащили кучу переводов зарубежных. Я уж не знаю, английских там или американских, французских. Ну, в переводе уже. И вот здесь я познакомился с электроникой подробнее. В 40-х годах в Соединенных Штатах полным ходом шла работа над развитием компьютеров. Математик Джордж Стибетс в ноябре 1937-го в домашних условиях сумел создать первую в США электромеханическую схему, выполняющую операцию двоичного сложения. В 1939-м он разработал устройство, способное складывать комплексные числа, а также выполнять вычитание, умножение, деление. Это устройство он назвал калькулятором комплексных чисел. В 1943-м году Говард Эйкин разработал устройство Марк-1. Всего за один день оно решило баллистическую задачу военно-морских сил США, на решение которой ушло бы полгода. Разработанный в 1945-м году ЭНИАК, электронный цифровой интегратор и калькулятор, был в тысячу раз быстрее. Это был первый компьютер с электронными лампами. Их было 17 тысяч. Но, как и его предшественник, ЭНИАК обрабатывал только число и никакие другие данные или символы. Своё отставание пытался наверстать и Советский Союз. В 1948-м году Сергей Лебедев начал работу над малой электронной счётной машиной. Только к концу 1949-го определилась принципиальная схема блоков машины. Далее начались чисто технические сложности. Те самые, с которыми за несколько лет до этого столкнулись американцы. Но к концу 1950-го года вычислительная машина была всё-таки построена. 25 декабря 1951-го года началась регулярная эксплуатация первой в СССР ЭВМ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, так. Идём в доске. Значит, я рисую в квадратиках. Вообще всё, всегда со всеми разговариваю, когда они удивляются. Значит, как ты разбираешься в этих квадратиках? Что там было? Значит, с левой стороны, вот так квадратик, написано «библиотека». Это блок памяти, долговременной памяти, в который занесены элементы графики. То есть это окружности, линии с разными наклонами и так далее. В те времена разрабатывалось именно так. После элементов графики они попадали на коммутатор, который процессор. Вот это коммутатор, который процессор. После процессора, вот там вниз, ELT, то есть электролучевая трубка. И вот сюда, вот здесь был блок ограничения, по-моему, я так его назвал. Блок ограничения. Блок ограничения. А, и вот здесь вот была клавиатура. Набирался по кнопочкам определенный код, он попадал в автокоммутатор. Коммутатор выбирал одну из линий или кусок линии. Кусок линии попадал вот сюда, попадал вот сюда. Вот все. Ты хочешь каждому конструктору вместо Кульмана поставить машину? И он сам бы делал программу. Скептически говорил молодому изобретателю Арсению Горохову, директор секретного НИИ. Быть этого не может. У нас целые отделы с программами неделями сидят, а ты говоришь, что можно сделать программу за полдня. Программы тогда создавались довольно оригинальным способом. Ставили хорошего токаря или фрезеровщика, вешали на станок датчики, и рабочий крутил ручки, соединенные с датчиками и резцами. Записывали данные на магнитную ленту или перфокарты, получалась программа. Потом отделы исправляли эти программы, улучшали, унифицировали. Легенда, к которой приложил руку и сам Стив Джобс, гласит, что именно ему принадлежит честь создания первого в мире персонального компьютера. Но беда в том, что когда далекий омский гений запатентовал свое устройство, юный Джобс еще баловался марихуаной и галлюциногеном ЛСД. Путешествовал по Индии в надежде обрести некое просветление. Инженер-изобретатель Арсений Горохов понимал, как много времени уходит у специалистов на чертежи. И попутно с персональным компьютером изобрел прототип современного плоттера, или, как назвал его изобретатель, графа-построителя. Это поле графа-построителя. То есть все то, что я здесь видел, у меня все то же самое повторилось на графа-построителе. Графа-построитель там сделан так. Пунктирными линиями вот сюда вот выведен, внизу написано графа-построитель. Значит, вот это то, что мы разобрались, это вот интеллектор. А то, что вот это вот уже без библиотеки, вот так вот, это вот плоттер. Именно это чудо техники могло в десятки раз ускорить труд сотрудников родного научно-исследовательского института, руководитель которого явно не верил в подобную возможность. Вот только через 10 лет такие плоттеры стала выпускать компания Хьюлитт-Паккард. В отличие от нежелавшего рисковать начальство, Арсений Горохов видел, что его интеллектор способен на то, чему в мире пока и названия-то не было. Его прибор создавал чертежи, программы и делал это быстро. Зато современные пользователи сразу бы опознали в этом интеллекторе прототип такого обыденного теперь персонального компьютера. В России, если смотреть историю, беда и технорей, да и всех, что мы, мы почему-то историю не учим. В истории все повторяется. Все. Несколько лет изобретатель пытался увидеть советское патентное ведомство, что он сделал нечто абсолютно оригинальное. Теперь я понимаю, почему это так. Потому что графа по строителям не было. Интеллектора не было. Были вычислительные машины, маленький разделчик и все. А это же не похоже на вычислительные машины, потому что там графика, причем еще телевизор, видеосистема, клавиатура, которая раньше была на перфораторе, а больше ни на чем. То есть это какое-то, ну, будем говорить, по их впечатлениям, аморфное тело. Заявка Горохова была зарегистрирована в 1970 году в советском бюллетене изобретений, открытий и товарных знаков и выдан патент за номером 383-005. Патент, выданный Горохову, к сожалению, не гарантировал исключительного права автора на изобретение не только за рубежом, но и у себя на родине. Схема интеллектора была доступна абсолютно всем. То, что у американцев это появилось чуть позже, я не сомневаюсь. А то, что они взяли эти решения от нас, именно, и решения Ксении Анатольевича, это трудно, конечно, сказать, но основания не лишено. Когда компьютер стал вездесущим термином, вот, тогда стали обращаться к тому, что, вот, когда кто-то что-то сделал. И получается так, что это уже было предвосхищено, но компьютером ведь называли тогда это. Практически люди, которые занимаются этим, не сидят на месте, естественно, то могли каким-то образом получить информацию, которая уже имелась у нас, и практически использовать ее, выдав это за свое. В 1976 году Стивен Возняк приглашает Стивена Джобса, чтобы вместе основать свою фирму Apple Computer. Первый Apple не имел ни корпуса, ни клавиатуры. Но люди стали покупать невиданное доселе устройство. Компьютер продавали по цене 666 долларов 66 центов. Однако сатанинское число вызвало бурю протестов, и цену пришлось округлить. Легкий скандал стал лучшей рекламой. У них первоначально в Apple не было даже библиотеки. Вот это вот было просто. Схема интеллектора была доступна абсолютно всем. И где гарантия, что идеей просто не воспользовались иностранные специалисты? Ведь персональный компьютер до сих пор так и не запатентован. Почему? Нет патентов. Другого патента нет. То есть, значит, персональный компьютер, который был, так скажем, собран вот этими ребятами, он не запатентован? Нет, не запатентован. А у нас три в одном запатентованном. Изобретатели – люди особые. Они на все смотрят немного с другого ракурса. И мысль их никогда не останавливается. Для обычного человека невозможность увидеть в реальности свою мечту могла бы стать трагедией жизни. Однако Арсений Горохов из другого теста. Он продолжает изобретать, не понимая, как можно жить по-другому. Потому что интеллектор – это все-таки была плоскостная вещь в те времена. А мне-то хочется иметь трехмерный носитель информации. Такой же быстродействующий, как телевизор. Изобретатели все равно будут изобретать ненужные вещи, а государство не будет обращать на них внимания. У Арсения Анатольевича 50 патентов, подтверждающих уникальность его идей. Одна из последних – рельефный построитель. Это машина, которая строит любой рельеф по программе. 3D-принтер. Увы, эту технологию уже начали осваивать американцы. Сначала сделали пластиковый пистолет, на подходе подошвы для кроссовок. Естественно, никаких отчислений Арсению Горохову даже не предусматривается. Развитая экономика может быть только на основе техники. Но почему-то у нас это плохо получается. И при советской власти не получалось. И сейчас, когда подход к экономике радикально изменился. Стоит нашим людям уехать из страны, так сразу и целые новые направления появляются. И Нобелевские премии присуждают. А Арсений Горохов продолжает жить в Омске на скромную пенсию по старости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова